Всех приветствую. Сегодня у меня 5С. Менять будем корпус, не получается снять видео, какое недостаточно хорошего качества. Уже несколько раз ставил такие. Без ИМА, без надписи. ИМА, без надписи. Уже вскрывался телефон, нет заглушки. Здесь винтика не хватает. Меняли дисплейный модуль, по-моему. Ну да ладно. Наша задача сменить корпус. Так, убираем дисплейный модуль. Корпус вроде бы не тронутый, все на месте. Обычно, когда разбирают, ставят, забывают, точнее не забывают, они хотят ставить эту резиновую заглушку, прокладки всяческие. Итак, корпус не тронутый. Это хорошо. Приступаем к замене. Не буду говорить о том, что здесь разнообразное количество винтов. Все разные, почти. разнообразные. Раскладывайте, как вам удобно. Так, чтобы не перепутать. Ремонтировал или ремонтирует айфон. Думаю, у всех уже есть вот такая вот отвертка. Для снятия специальных винтиков. На 5SF4. Один из четырех не намагниченный. Вот этот. Начинаем с нижнего модуля. Добавляем. Субтитры сделал DimaTorzok Динамику Динамику Сняли нижнюю мудру Такая вот прокладка находится. Разные комплектации. На данном корпусе, который мы заказали, есть металлическая прокладка, пластиковая, металлическая, по внезду зарядки и по разъёмам наушников тоже стоит, поэтому отсюда можно не снимать. Вот это и вот это снимаем. Микрофонная прокладка. Динамика. Далее извлекаем батарею. Микрофонная прокладка. Микрофонная прокладка. Микрофонная прокладка. Микрофонная прокладка. Снимаем и разбираем. Снимаем системную плату прокладкой. Пластиковая камера. Развлекаем системную плату и отстегиваем разъем Wi-Fi антенны. Далее советую сразу переставить замки и выталкиватель сим-карты. После этого приступим к верхнему модулю. Я это делаю сразу для того, чтобы не собирать кучу деталей винтов на стороне, которые будут мешаться. Лучше сделать это сразу. Снимаем. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, замки готовы. Добавил DimaTorzok 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 Далее, вот в эти два отверстия тоже идут два одинаковых винта, они чуть поменьше. Вот в это отверстия идет винтик с широкой шлепкой. Нижний модуль готов. Итак, далее приступаем к разборке верхнего модуля, он посложнее, поэтому здесь максимально внимательно нужно отнестись к винтам, раскладывать их по порядку. Возьмите вверх, и вверх, и вверх, и вверх, и вверх. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снимаем заглушку вспышки... Думаю, имеет смысл приблизить... Два одинаковых винта открутили... Помимо двух винтов здесь еще имеется бас... Вот этот вот... Вспышка... Так, или здесь... Сама... Непосредственно кнопка включения и выключения телефона... Последний... По-моему, последний винтик... Еще один контакт... Вот он у нас... Вот он у нас... Так выглядит... Так, и теперь... Нам... Необходимо снять весь шлейф в сборе... Советую предварительно нагреть... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, кнопка включения Извлекаем антенну Wi-Fi Тоже самое Нагреваем немного предварительно ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, смотрим, что у нас здесь Извлекаем кнопку звука Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И у нас осталась вот эта вот втулка, которую нужно вытащить и вставить в новый каркас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, вот эти две рамки мы оставляем Вот зарядки и вот гнезда наушников, потому что у нас они есть Если у вас в комплекте, в комплекте вашего каркаса их нет, то обязательно их снимите и переставьте на новый корпус Приступаем к установке Приступаем к установке того, что разобрали Ставим антенну Wi-Fi Далее устанавливаем кнопку включения Обратите внимание Она состоит из трёх элементов Это сам контакт съёмный на двустороннем скотче Вот такая металлическая рамка, которая должна быть вверху У нас в комплекте Везде сейчас в комплекте идут новый слот сим-карты И все кнопки Кнопка блок, кнопка включения и кнопка звука Если у вас оригинальные кнопки в плохом состоянии, поцарапанном, не знаю ли То, конечно же, поменяйте Только не забудьте обязательно поменять вот эти вот контакты, снять Элементарно снимаются Нагревайте феном, снимайте иголкой и переставляйте на новые кнопки У меня кнопки в хорошем состоянии Поэтому я оставлю оригинальные Какие стояли Но это останется в запас Итак, устанавливаем кнопку включения Ставим шлейф Начинаем с заглушки кнопки включения Совмещаем вот эти вот отверстия Вспышка Ну и ту вот эту вот втулку, которую мы снимали Вставляем в отверстие Тем самым закрепляя В одну сторону заглушки Закрепили Как видите, да, она вышла полностью Можно сразу закручивать винтики Видите, да, как я их расложил Давайте сначала установим все кнопки Кнопка звука Регулировки Кнопка безшумного режима Красной полосой вверх Установили Контакты Вибра звонка Кнопки Все готово Осталось только закрутить Неважно с какой стороны С этой или с этой Итак, по порядку Как раз скручивали Так и закручиваем Обязательно проверьте На клик Кнопки Чтобы везде был клик Чтобы бесшумный режим Переключался Так и закручиваем Так, ну здесь немного повнимательнее Контакт Этот винтик не закручивайте до конца Потому что сюда будет входить системная плата Вот И Этот контакт должен Закрутиться на нее Это то, что отвалилось вначале Так, далее 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 закручиваем Второй винтик Кручки Включения Вот Предварительно Ставим обратно контакт Еще один И прикручиваем винт Проверяем кнопку Клик есть Ставим заглушку Начинаем Вот с этого паза Вставляем паз И закручиваем Два одинаковых финта Паза основная часть готова устанавливаем систему выплату вставляем сначала вставляем вот эти контакты вот эту часть самую верхнюю застегиваем антенну вай-фай вкладываю систему вкладу контакт закрепляем нижний модуль шлиф 4 винта те самые один из них которые не намагничены закручиваем сюда далее два одинаковых винтика у нас идут двое отверстие и один с широкой шляпкой которую закручивается сюда вверх тот самый контакт резиновая заглушка основной камеры вставляем паз вставляем сначала в этот паз еще раз в следующем раз обслуживание вставка 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 Вставили паз, вставляем камеру, пристёгиваем. Не забудьте пластику, прокладку. Если кто-то хочет посадить батарею на тот самый жгут, который мы снимали в самом начале. Очень удобный, конечно, для снятия батареи. Сейчас он используется и на Экспериях, и на мотороллах. Можно заказать его отдельно, прикупить и поставить на него. Я думаю, в этом нет смысла. Я сажаю всегда на акриловый скотч. Он удерживает батарею достаточно просто, прочно и при необходимости снять батарею, в отличие от оригинального. Всё, ставим заглушку, устанавливаем дисплейный модуль. Всё готово. Довольно хорошее качество. Довольно хорошее качество. Довольно хорошее качество. Движение, джинс, джинс и джинс. Движение, джинс. Движение, джинс. Движение, джинс. Добавим недостающий венчик. Нам не жалко. 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 Только что мы поменяли каркас. На айфоне 5s. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Будем отвечать. Всем удачи в работе. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.